Братья, сёстры, хочу вам сказать вот что. Над этим надо серьёзно подумать нам. Я вам не говорю полностью отрезать себя от мирской жизни. Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я не говорю до конца жизни отрежьте себя от этого мира. Сподвижники обсуждали, что в Риме происходит. Римская империя – одна из величайших цивилизаций на то время. Они общались о Римской империи, о правителе и так далее. Но всё время на этом они не сосредотачивались. Сосредоточены они были на Всевышнем Аллахе. К чему я это? К тому, что сегодня часть мусульманской общины одержима мыслями об Америке. Одержима мыслями о мировом влиянии Америки. Не надо на этом зацикливаться. Надо, друзья мои, укреплять связь с Аллахом, как сподвижники пророков в намазе ночью укрепляли её. Они не знали, как править страной. В большинстве своём они не знали, как управлять людьми, как править народом. Но у сподвижников внутри была прочная связь с Аллахом, которую невозможно было сломать. И сейчас я хочу, чтобы вы испытали это на себе. Отнеситесь серьёзно. Я хочу, чтобы сегодня вы с собой кое-что унесли. Сейчас я попрошу вас, прежде чем я начну, сёстры с детьми. Пожалуйста, уведите детей, успокойте их. И потом приведёте обратно, иншаллах. Спасибо. Сейчас смотрите. Помните, я же говорил вам, отрезать себя от прошлого, от будущего. Только ты и Аллах. Когда придёте домой, придёте в свою комнату, когда останетесь одни, или когда ночью будете читать намастахаджуд, или когда будете читать Коран, или когда будете поминать Аллаха, в эти моменты очень важно отрезать прошлое и будущее. Как это? Это значит забыть все тревоги прошлого, забыть все страхи будущего, отсечь их. Есть только настоящее. Только я и Аллах. Только это сейчас важно. Что нужно сделать? Нужно сесть, сесть и отсечь себя от прошлого и от будущего. Только ты и Аллах. И начните поминать его. Он смотрит на меня. И имя его говорите. Знаете, как проще отрезать себя от прошлого? Говорит ля-иляха. Значит, нет никакого другого Бога, который имеет власть над моей жизнью. Ля-иляха. Прошлое отсекаете. Илля-Ллах. Утверждайте Аллаха. Илля-Ллах значит только Аллах. Только Аллах. Нет Бога, кроме Аллаха. Есть только Аллах. Говоря ля-иляха, отрезаешь все остальное. Илля-Ллах. Устанавливаешь связь с Аллахом. И вот, когда ты сидишь, смотрите, сейчас, когда я скажу раз, два, три, вы, представьте, что вы находитесь у себя в комнате, в спальне, в тихом месте, где ты можешь посидеть. Представь, что ты там. Пока будешь делать то, что я сейчас покажу. На счет три, представь, что ты там. Делайте все то же самое, что делаю я. Отрежьте себя от прошлого и от будущего. Старайтесь прочувствовать. Только ты и Аллах. Эти несколько моментов. На счет три, закройте глаза. Раз, два, три. Субтитры сделал DimaTorzok Повторяйте за мной. Просто повторяйте за мной, потом я вам объясню. Субтитры сделал DimaTorzok Даже когда я замолчу, глаза не открывайте. Продолжайте концентрироваться. Только ты и Аллах. Сейчас, не шевеляйся, откройте глаза. Прочувствуйте свое дыхание. Прочувствуйте дыхание. Прочувствуйте дыхание. Кто заметил, что вы начали дышать по-другому? Согласны? Намного медленнее, спокойнее, тело успокоилось. Поднимите руки у кого-то. Поднимите. Почти все. Вот это викр. Вот это мы упускаем в наших намазах. Вот что делали сахабы. Когда читали намаз, только они и Аллах. Они и Аллах. Когда они поминали Аллаха, только о нем думали. Нет прошлого, нет будущего. Также они концентрировались, читая Коран. Они концентрировались на Аллахе, когда укрепляли связь с Ним. И если ты будешь делать так же, то Аллах даст тебе... У меня последняя минута. Говорю тебе, Аллах Всемогущенный Велик даст тебе точно такую же силу намаза. Точно такую же мощь в чтении Корана. Точно такой же влиятельный викр. Получишь такую же сильную связь с Аллахом. Такой она и была у них 1400 лет назад. Продолжай делать это снова и снова, ежедневно, во всех поклонениях. Как следует устанавливай связь с Аллахом. И увидишь изменения в своей жизни. Клянусь Аллахом, ты увидишь изменения в жизни. Пусть Всевышний Аллах направит нас к этому. Да воздаст вам Аллах благом. Хвала Аллаху Господу миров.